Библейский портал экзегет.ру представляет Напомню, что первые три главы после довольно пространного введения Иоанн, ты назритель, как его называют, то есть он созерцает некие тайны, видит как бы сына человеческого, но это совершенно удивительное видение, то есть какая-то фигура человеческая, но особенная, а потом он передает его весть для семи церквей, для семи поместных церквей провинции Ассия. А и вдруг, собственно говоря, самое главное, в четвертой главе, потом я посмотрел и видел перед собой открытую дверь в небеса, вот так запросто, да, туда можно зайти, и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной, это вот, собственно, голос откровения. А голос сказал мне, поднимись сюда, я покажу тебе, что произойдет потом. Интересно же. Сразу же я был в духе, но вот в духе означает какое-то особое состояние, когда человек не от себя говорит, но передает слова Святого Духа. И вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне кто-то сидит. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень яшма или сердолика, над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старейшины, надетые в белой одежды, золотыми венцами на головах. Ну, такой небесный царский двор, да. От главного трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят семь факелов, это семь божьих духов, уже были у нас, да, светильники и звезды. Еще пред ним разливается нечто наподобие стеклянного, чистого, как кристалл моря. Вот, ну, не было тогда другой образности, кроме этой конкретной названия красивых камней. И вот стеклянное море, стекло было довольно дорогим материалом, то есть такое прозрачное, гладкое, красивое. В самом центре вокруг трона находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе на молодого быка. Лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. Ну, эти образы, они, конечно, встречаются очень часто в культуре. Это еще из пророческих книг Ветхого Завета, да. Ну, и потом эти 4 животных стали символами 4 евангелистов, да. И вплоть до песни, которую наверняка многие слышали про город золотой, где огнегревый лев и волос полненные очи. Это, собственно, все отсюда. Да, вот этот небесный царский двор, в котором присутствуют эти странные существа. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон, и даже под крыльями. То есть вот способность видеть сразу все и везде, да. Они без устали день и ночь повторяют. Свят, свят, свят. Господь Бог Вседержитель. Кто был, кто есть и кто придет. И вот это одновременно такое небесное богослужение. И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечно славу, честь и благодарность, 24 старейшины всякие распадают на земь пред сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы пред ним, говоря, «Наш Господь и Бог, ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано тобой, по твоей воле сотворено и существует». Вот даже комментировать особенно здесь нечего, да. Понятно, что это изображение Бога, но изображение как бы в стилистике того времени. Мы не можем сказать, вот Бог так выглядит, потому что, но он не выглядит для наших глаз никак. Мы воспринимаем только отдаленные подобия. И Иоанн Богослов это здесь и описывает. Может, поэтому 4 глава. А может, еще и по другой причине. Смотрите, прежде чем говорить о Боге, нужно поговорить о людях. Нужно поговорить об общинах верующих, которые воспринимают этого Бога, которые верят в Него, которые описывают Его, которые обращаются к Нему. Откуда мы Его знаем? Вот от этих общин, от того, что эта вера передается из поколения в поколение, от того, что Он для них важен. Иначе это просто какая-то абстрактная картинка. А это самое содержание их веры. Но величие Бога — это одно. А что нам-то до этого? Бог велик, Бог сотворил мир. Ну да, допустим. А кто-то построил дом, в котором мы живем. Ну и что? Мы даже не знаем имени архитектора или прораба этого строительства. Мы просто в нем живем. Или есть какая-то связь между вот этим творцом мира, вот этим царем мира. Как говорят, в хорошей стране люди даже не знают, кто у них там президент или премьер-министр, потому что ну все же работает. Зачем нам думать, кто там, кто управляет поездом, в который мы едем, как его фамилия, имя, отчество, сколько ему лет. Вот почему для нас важно это поклонение Богу? Просто потому, что Он когда-то сотворил мир, потому что Он такой великий, славный и замечательный? Вот об этом будет следующее, 5 глава, 6 и дальше.